Никто никого не может обмануть, не будь на то воля свыше. Дозволяется лишь то, что положено человеку, что должно свершиться. Или если человек нарушает законы. Не бойтесь отдать лишнее, а бойтесь наоборот не додать кому-то или обмануть. Потому что когда вы отдаете, вы накапливаете то, что свыше, то, что нетленно. И то, что всегда будет с вами и вернется вам в нужный момент, по воле Бога. Вы просто собираете себе, как в невидимый банк, откладываете. Не на земле собираете, а отдаете в вечное. Пытайтесь не жадничать. Это главное. От вас не требуется отдавать сверх того, что вы способны. И вы будете просто наблюдать себя, насколько вы отдаете и насколько вам возвращается. То есть все равно Бог вам покажет, что вот вы отдали, а через какое-то время вы получите. И часто получается так, что человек думает, вот никто ему не поможет или ничего такого нет, обмануть. На самом деле люди не замечают, как кармически все происходит. Например, человек обманул кого-то, и происходит какое-то событие в его бизнесе, где он там теряет ту же сумму однозначную того, что он обманул. Но он это скидывает на то, что это бизнес, и в этом бизнесе это нормальное явление, потери какие-то. На самом деле не было бы этой потери, если бы он где-то там не обманул другого человека. Поэтому все взаимосвязано. И если кто-то кого-то обманывает, он в другом месте теряет. Он думает, что вот я обманул, и теперь он потерял и как бы остался при своих. Потому что там он обманул, но фактически он остался на той же сумме. То есть он ничего не приобрел, получается. Там обманул, выиграл якобы, ну допустим взял там сколько-то тысяч. А в другом месте проиграл, и эти же несколько тысяч проиграл. То есть он ничего не приобрел. На самом деле вот это и есть как бы, что никто больше положенного не будет иметь, если он будет продолжать обманывать. Это замкнутый круг, из него нужно вырваться. Попробуйте это сделать, попробуйте себя понаблюдать. Попробуйте просто не обманывать. И вы посмотрите, что вы начнете приобретать больше и больше. Что на каждое отдавание, если вы чистые и отдаёте от чистого сердца, на каждое отдавание вы получите гораздо больше. И будете расти как материально, так и духовно. Так же вы можете материально расти, ничего в этом особенного нет. Просто часть вы должны понять, что это даётся свыше вам, для того, чтобы вы ещё могли больше заниматься какой-то благотворительностью. Вот, помогать ближним. Пронаблюдайте эти законы, как они действуют. И станете более спокойными, счастливыми. И не беспокойтесь, когда вас обманывают. Просто сами не обманывайте, не уподобляйтесь этому. И тогда у вас всё будет хорошо.